всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайфлог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я сейчас буду умываться протирать лицо вот от особой серии у меня умывалка не сюда вот переливаю с водой развожу и от особой серии тоник маску хочу сделать такая у нас погода красивое небо сейчас я варю рис и тушу овощи ну как всегда там кабачки и капуста разная еда готова сейчас перекушу и решила завалить такой вот чай давно его покупала не помню где ваша не или fix price он россыпью вот в этот пакетик и возьму с собой на прогулку в термос сейчас я буду краситься но и решил немножко поснимать я обычно крашусь на кухне но у меня там зеркало и мама всегда там красилась но и снимает там будет точно неудобно поэтому буду здесь тональник у меня балет от фабрики свободы в данном в данном случае у меня было от фаррес liquid foundation я тогда из питера из домика принцессы привозила и но мне как бы нравится очень вот закончился пока не купила новый им и мне еще хотелось просто попробовать это мне идеально подходит но мне хотелось попробовать новый и как раз из тюбика я его сюда переложила просто идеально у меня вот еще нужно будет как-нибудь закончить мэйбеллина афинитон но он мне раньше идеально подходил я не знаю сколько у меня уже было этих тюбиков но к сожалению сейчас видимо кожа меняется ну вот просто раньше например у меня кожи никогда жирной не было она нормальная никогда не блестела и я ненавидела когда тональник дает такой эффект и мне все нравилось матовая и вот это вот подходит хотя балет вроде как заявлен что он тоже матирует вот этот вот дает свечение но они не жирные блеска мне это понравилось а потом видимо и кожа поменялась поэтому все-таки свечение сейчас необходимо а еще из домика принцессы я привозила олдей фарес праймер биби праймер с spf 30 но я раньше использовала вот вот этот биби праймер вообще как тональник как биби крем полностью на лицо летом а сейчас я его использую так под глаза хотя когда новый куплю буду опять полноценно его но на лето использовать хороший сейчас вот только под глаза наношу я тут все смотрела отзывы на праймер vivienne собой аврора у лизы шо вы смотрела хвалил и вообще многие хвалили хорошие на него отзывы но и вот как бы отзывом не за я верю но я сначала хотела его вот заказать я как-то рассказывала зажал от листа чем-то рублей почти 400 хотя это в общем недорого для хорошего продукта вот ничего то я зажала то что за этот 500 я готова именно вот за фарес ну а ты потом он стал почти 500 а то и 500 стоит аврора второй оттенок ну и я тем более решила не покупать потом увидела ваша не по сколько там почти 450 он стоил но я была рада потому что там еще был тестер хоть потестировать но я в этот день у меня руки не проблемные но я гуляла было холодно я гуляла без перчаток я потестировала вот здесь и он как бы забился во все вот эти вот ну в общем что-то мне не понравилось но я потащилась с ним на кассу думала все-таки куплю хотя там даже эффект свечения заявлен но не знаю вот когда вот так на руку наносишь и вообще на коже как бы какой-то шиммер есть а потом когда начинаешь его вбивать или разносить то уже ничего такого я не заметила и чудо меня все это дело смутило и потом я решила уже на кайси залезла на вас были сам там 418 по карте мира 426 по остальным картам стоил но я не стала его брать думаю сейчас оплачу покупки а потом до закинула в корзину думаю сейчас упакую все и потом на волкались и сделаю заказ на в том что ты не знаю решила что пока у меня есть вот этот праймер он меня устраивает а там посмотрим тем более что я поверх тональника вот под глаза могу допустим крем вечер нанести там еще что-то на то что реально это вот сейчас самое актуальное когда вот от области вокруг глаз вот под глазами как-то чтобы не сильно было заметно что есть какие-то там морщинки тому подобное это надо вот как я узнала надо вот зажимы все убирать с этим разберемся но вот крем балет он похож на крем елена от фабрики рассвет очень похож то есть сначала наносишь и вроде кажется что ничего вообще незаметно в течение 10 минут уже виден эффект но если конечно их сравнивать все-таки крем елена мне нравится больше но это нужно либо на волбересе не было моего оттенка хотя в принципе от 1 до 3 мне все подходит но этот фаррес у меня и биби крем и liquid foundation они в третьем оттенке и афинитон я брала в третьем но там елена и балет они прям преображают кожу в течение там нескольких минут а тени у меня флавера это мне оксана дарила я их пока еще наношу но уже где-то наверное с декабря примерно буду наносить вот эти тени от эвеля кристалл вайт просто не ну как бы в любом же случае я хоть и не загораю но какой-то естественный такой загар он в любом случае есть поэтому на кристалл вайт смотрится именно совсем-совсем когда нет загара так ну и соответственно явили вот это зелененькая сыворотка она классная ресницы крепче держится это абсолютно точно есть такой накопительный эффект ну насчет удлинение не знаю и раньше вот многие жаловались что да я сама но она же белая и все думали что яркая какая-то цветная тоже будет лучше смотреться но не секрет же что там синяя коричневая она не всегда на ресницах так выглядит но белый пигмент он практически сразу исчезала ничего не работала но видимо производители прислушались потому что сейчас вот у меня вот эта версия а я покупала ну год назад покупала в общем-то летом двадцатого года как раз перед поездкой по моему перед поездкой либо в августе что ему короче около года чуть больше года у меня это сыворотка и вот она у меня пигмент не исчезает то есть вот как есть белые реснички так и есть соответственно я так думаю наверное цветная тушь должна смотреться лучше но у меня не коричневый не синий сейчас нет в использовании когда-то было больше я покупать не стала так что у кого такая же сыворотка есть и куплено недавно посмотрите если пигмент остается проверьте с цветной тушью можете мне а потом написать как она потому что в теории может быть я даже бы коричневую приобрела тушь пока нет уверенности но вообще я люблю стабильность вот это вот этот faberlic в розовой упаковке fly lashes она классная меня полностью устраивает и по максимуму тоже от фаберлик не удивляйтесь что я так абсолютно спокойно вот так делаю потому что но на самом деле это миф что там что-то попадает воздух это все ерунда кстати это у меня уже заканчивается на просто я сначала еще вторую поспешила поставить в использование мне тушь хватает где-то на полгода иногда больше надеюсь что я нормально накрашивать потому что тут я не привыкла вообще краситься но это такое видео типа собирайся со мной что-нибудь в этом роде не мастер-класс по макияжу я собственно краситься особо не умели вернее как театральный какой-нибудь грим но это я давно ничего такого не делала а сейчас я предпочитаю а макияж без макияжа делать такой нюдовый легкий от essence у меня корректор вообще он нередко пригождается и хватает его очень очень надолго этот у меня уже года четыре наверное мне так кажется около четырех лет примерно и до этого у меня был по моему отель шикарный корректор это же лет пять наверное служила тема вообще вместе с мамой пользовались я его наношу сверху и как бы вот сейчас просто в нем есть необходимость потому что ну вот как-то я купила себе шоколадку и вот по маленькой дольки каждый день ела то есть казалось бы это минимальная доза все дела но мне этого было достаточно собственно очень медленно у меня идет помогает от faberlic и она мне доставалось по стартовой программе faberlic наверное году в 14 что я не помню когда я регистрировалась но уже очень-очень давно вот они чуть-чуть осталось тоже такая нюдовая не она не совсем но нежненькая я редко не пользуюсь то что я не ношу ее с собой во первых никогда бальзам но блеск у меня был я не помню я в улыбке радуги по он покупала какой-то он у меня до сих пор еще в сумке болтается уже лет тоже шесть а этот faberlic тоже долго долго мне еще тогда первый конкурс на канале был или первый или второй какой-то большой такой и это много косметики дарила и вот я купила 21 оставила себе один вложила в посылку и только где-то не помню но меньше года назад на полгода как поставил этот воспользоваться ничего не случилось кроме того как сразу же вот эта крышечка отвалилась ну вот так что вот я даже по пока я буду собираться скорее всего помада у меня еще успеет сойти с лица ты сегодня не делала но правда активно раскрашивала что макияж принципе готов вышла из метро динамо и до цска буду гулять погода хорошая качаюсь на качелях обожаю и качели этот вид и этот парк вообще все просто супер пришла домой сейчас буду есть тут уже тоже овощи рис перекусила сейчас покажу вам покупки решила взять мандарины как-то вот в том году у меня не было никакого желания брать мандарины не она я покупала но как-то вот решила взять принципе они вполне приличные я даже открыла одну попробовала цена 99 рублей за килограмм там были еще дешевле по 79 но мне не понравились там уже как бы мало оставалось они тоже были фасованные они довольно крупные ну то есть за один раз я это допустим не съем это на два дня как-то оставлять вот без кожуры не очень хорошо поэтому взяла вот эти тем более там очень толстая кожура и тоже получалось я думаю то на то и вышло бы здесь все-таки кожура тонкая они достаточно нормальные также я взяла на пробу груши 9 же они были 79 99 за килограмм и я взяла на 29 28 на четыре штуки в общем одну я пополам разрезала съела половинку вообще достаточно жесткие но их например ну если потереть на терке например вполне будет нормально можно даже немножко как типа потушить что-то такое вот в водичке немного скорее всего я буду тереть на терке яблоко пол яблока пол груши и допустим мандаринку в целом мне не очень понравилось но именно с чем-то вполне можно или в кашу положить допустим также я взяла помидоры вот эти сливовидные я скажу цену сто семьдесят девять девяносто за килограмм у меня на пятьдесят семь двадцать ну не это в общем насколько то короче мне этого на неделю хватит себе взяла вот такой чай но вы знаете что чаю у меня много но я себе такой типа project pen устроила что-то в этом роде по заканчиванию чая по крайней мере там где уже немного осталось две или три пачки я прикончила так что со спокойной совестью приобрела себе еще одну упаковочку на один исполнение желаний чай черный крупный листовой с добавками с ароматом специи шоколада ну не с такой уж спокойной совестью но взяла потому что вот именно какое-то такое новогоднее оформление цветовая гамма мне вполне нравится вот я как раз на эти дом думала себя какие-нибудь носки новогодние купить но ваша не полно всего но именно вот мне нужны синие допустим с белым именно чтобы это было вот вот такой вот например цвет а я не нашла вот и когда увидела чай думаю ну хоть какой-то атрибут который мне будет ассоциироваться с праздником вот как-то в этом году не знаю есть настроение на новый год значит здесь кусочки имбиря и корицы шиповник кардамон цедра апельсина перец розовый обожаю розовый перец горошек семена аниса и ароматизаторы ну в общем взяла я его открыла понюхать ну смысле я там внутри пакет я его не открывала но и так пахнет ну такая средненькая душка но я думаю хорошо зайдет на цена была 59 рублей с копейками ну там 60 так говорить и 9 рублей с копейками вот такое вот новогоднее печенье это сорновская сливочное печенье упаковка 50 грамм и по акции стоило 9 рублей с копейками ну в общем там пусть 10 мне понравилась такая идея сроки годности здесь естественно хорошие но свежие просто сейчас акции но я взяла 7 упаковок я примерно посчитала кому как дополнение к подарку будет уместно положить но я считаю что это здорово чем-то класть какую-то новогоднюю открытку я лучше вот это положу в конце концов и чай попить можно и ну получается в виде открыточки короче классно так что еще взяла там с кефиром или с какао вот эти вот кукурузные палочки в прошлый раз дело в том что как когда-то я такие брала они были очень хорошего качества была довольна как-то я даже ну я по воскресеньям позволяю себе всякие неполезности как-то я вот брала на прогулку с собой такие палочки они оказались просто суперски да и раньше я периодически брала а вот в этот раз я купила и они мне не понравились они были достаточно жесткие и даже пудры сахарные на них было мало но я так подозреваю я взяла спешила и взяла с краю может быть узнаете вот так люди мяли и мне кажется что они просто вообще по подсохли потому что они очень жесткие в этот раз я выбирала более основательно мне у меня еще и та упаковка собственно говоря есть и этих мне надолго хватит они по 13 рублей я не знаю как бы состав но крупа кукурузная сахар масло подсолнечное рафинированное дезодорированное общем ничего особенного я их ем от силы там грамм 10 в день и это не каждый дальше у меня закончилась цветная капуста поэтому я ее приобрела цена так всегда чек забываю принести хотя мне кажется а вот он так сейчас скажу в общем капуста была значит сразу попалась цена 53 рубля 98 копеек ну довольно таки бюджетно яблоки мне нужно было купить так вот я обычно сейчас покупаю там по одному яблоку каждый день ну или большой мне дня на два ваша не был ценник просто максимальные нафасованные яблоки 50 рублей то есть минимальные можно сказать там получается 50 рублей 49 копеек здесь 2 килограмма на 100 рублей 98 копеек но естественно взяла чушь чем переплачивать там следующая была покупка это уже со скидкой 40 процентов сыр но у меня еще сыр есть телевизитор который я порезала кусочками и заморозила я по кусочку каждое утро как бы ем на бутерброд на горячий делаю но я еще покупала отдельно сыр ваша не терла в кашу вот он у меня закончился и здесь на акции был сыр сыр легкий 30 процентов значит но он прям такой по калориям 218 калорий на 100 грамм это вообще очень здорово и вот у него была на него скидка 40 процентов кусок был на сто семьдесят восемь рублей а я в итоге за него заплатила 106 рублей и кусочек был на 200 чем-то грамм короче я очень довольна покупкой буду прошу прощения громко подвинула буду есть кашу утром мне просто нравится сыром и с этим соусом соевым также я взяла себе брюссельскую капусту очень она мне нравится и еще был кэшбэк честно если бы было каждый день вот эта продукция бы взяла то что она как бы повыгоднее подешевле потому что и там и там 400 грамм но брюссельское не было от марки каждый день так и брюссельское стоило 99 рублей 99 копеек на 5 процентов не от нее вернулась ночью баллами так что еще сейчас я подвину сумку подходит концу у меня эти стебли сельдерея ну и в общем взяла еще одну упаковочку она была по 69 что сейчас посмотрю до 69 99 также взяла брокколи как-то я ругала потому что одно время было нормально вот такими вот целыми а в тот раз как-то прям очень-очень мелочь какая-то была но все равно это самое максимально выгодное сейчас скажу сколько стоило так что-то я туплю брокколи шестьдесят три девяносто восемь повторила я покупку томатной пасты но вот это у меня пойдет уже на борщ как я и собиралась а та которую я до этого брала ну я не так там на бутерброды что-нибудь такое но здесь состав томатная паста и вода собственно хороший состав он плохой только в банках в этих вот калорийность 95 калорий на 100 грамм ценник 3 499 вот я и сама много лет беру правда я обычно беру в маленьких упаковках но в принципе поскольку состав одинаковая такая просто ну как бы это удобно и это удобно без разницы вот подружки брала она тоже сказала что просто супер дальше от марки каждый день баклажанную икру взяла она стоила 4599 за 360 грамм здесь на самом деле там из этих самых кабачков была икра дешевле 33 рубля стоило но там калорийность 90 а здесь 70 поэтому я предпочла чуть чуть подороже взять но менее калорийно следующее это она у меня как раз закончилась зернах обычно я беру каждый день но ее не было пришлось взять эту и все равно даже с кэшбэком получилось подороже чем марка каждый день но в любом случае мне кукуруза нужна кукуруза была 79 99 но мне ее тоже в общем то хватит уже не на один раз поэтому и нормально для собаки взяла сушки марки каждый день сушки стоили 19 98 на перекус я себе брала потому что я честно говоря рассчитывала как-то чуть чуть побыстрее управиться вот взяла чокодрим с клубникой здесь батончик 21 грамм он был всего лишь 80 чем-то калорий поэтому взяла кстати вкусный даже изначально я планировала купить себе одно мороженое побаловаться ну кстати надо сказать что я даже съев мороженое и вот это вот и перед этим я поела и сейчас поела я в общем свою минималку 1500 калорий так и не набрала я очень люблю мороженое от марки каждый день она стоит 11 рублей с копейками но она очень классная до состав у него отвратный но я знаете я ненавижу вот это мороженое которое тогда оно такое натуральное но от него воняет молоком я не могу и мне никакого удовольствия меня тошнит а это до химозина но она классная и главное низкокалорийная я съела два мороженого то что опять же повторюсь я ну как бы понимала что я пройду там около там 20 почти 20 километров хотят я мой рекорд тридцать один километр ну короче я съела две мороженки это даже на 300 калорий не затянуло и вот это вот но вот вместе с этим может калорий 300 и больше 300 я сожгла так что вот еще я купила огурец мне его ну такой длинный мне его дня на четыре наверно хватит но короче я его уже помыла порезала и убрала в холодильник ну вот а что делать если так получается что химозное мороженое менее калорийное нет ну на самом деле там есть менее калорийные полезные батончики причем действительно хорошие и полезные не то что фикс прайс продается но суть в том что а там орехи даже ну наверное их немного потому что сами орехи калорийные сухофрукты понятное дело но я честно очень за свои зубы боюсь поэтому я предпочитаю лучше съесть что-то вот такое вот с не очень хорошим составом в конце концов раз в год я планирую повторяет лечебное голодание а за 7 дней вся эта гадость она все равно уйдет ладно это видео я буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр всем пока пока